Добрый день! Меня зовут Станислав и вы на канале Орхидеи Дома. Сегодняшнее видео я решил снять в связи с тем, что у одной из орхидеи сильно не начал желтеть лист. Вот вы видите как. И я хотел бы на эту тему с вами сегодня поговорить. И рассмотреть все варианты, когда желтеют листья и когда бить нам тревогу или не бить. То есть спокойно отнестись и дальше просто наблюдать за орхидеей или срочно вмешиваться. Значит я собрал сегодня несколько орхидей и на примере разных хочу вам показать какие случаи бывают. Давайте я пока эту отставлю в сторону и покажу вам вот такую великолепную большую красавицу. Вот мы видим как у нее желтеют кончики. Вот самого нижнего листика. Вот этот следующий листик начинает у нее немножко края желтеть. С этой стороны тоже нижний лист. Края у него пожелтелые. И причина всему этому, ну конечно это старость, но и то, что это орхидея сейчас. Значит вот такой вот у нее есть светонос, на котором есть семенная коробочка. Не получается вам хорошо показать. Сейчас под другим углом попробую. В общем не получается, да. Ну вот так вот примерно вот вы видите, да. Семенная коробочка. И я уже заметил, не на одной из орхидей, на которых я выращиваю именно семенные коробочки, вот такой вот эффект пожелтения именно краев. Но этот лист, понятно, он начал и дальше желтеть и скорее всего, что мне его придется скоро уже убирать. Ну а эти два листочка, я думаю, уже неделька-две я буду срезать эту семенную коробочку. И эти два листочка орхидейки еще послужат. Хотя в принципе, смотрите, какой самый крайний лист у нее. Намного больше по длине от этого. То есть орхидея, как вы видите, развивается хорошо, имеет корневую систему. То есть питания, я думаю, что ей достаточно. Давайте я выберу ее, чтобы она нам не мешала. И в подтверждение своих слов, вот еще есть у меня орхидея тоже с семенной коробочкой. Это та орхидея, которую мы с вами вместе опыляли на канале 4 марта. И вот так выглядит на джейрайте семенная коробочка. И вот обратите внимание, края листочков тоже такого же цвета. Тут еще и листочек немножко треснутый. Но, поверьте, и на других орхидеях, на которых я выращивал семенные коробочки, тоже происходила подобная история. И перейдем к следующей орхидеи, у которой пока мисс еще не сильно, но вот есть небольшое пожелтение. Значит, вот вы можете обратить внимание, у орхидеи есть механическое повреждение листа, то есть лист треснул по какой-то причине. И вот край этой трещины идет небольшое пожелтение, которое, я думаю, не очень быстро, но со временем, конечно, этот лист начнет съедать. То есть, бывают еще такие варианты. Также бывают варианты желтения просто уже от старости. Значит, вот молоденький подросток, у которого, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть листочков. И вот самый нижний, значит, во всех этих случаях, которые мы только что рассмотрели, переживать не стоит. То есть, это идет обычный процесс у орхидеи старения нижних листочков, или когда семенная коробочка просто забираются, все силы орхидеи отдает на семенную коробочку. И поэтому так происходит. Ну вот, осталось у нас две орхидеи. Значит, давайте посмотрим, что же здесь. Значит, здесь лист уже, ну, изначально он был желтый. Сейчас он уже приобрел такой, скажем, светло-коричневый цвет. Давайте поближе рассмотрим орхидею эту. Что же здесь получилось? А здесь получилось следующее. Значит, вот, можете обратить внимание, что в этой орхидее, наверное, надо дать больше света, секундочку, сейчас. Вот так вот, я думаю, сейчас будет виднее. Значит, что происходит здесь, с этой орхидеей. Вот, обратите внимание, что вышел корешок. Да, тут кора как раз. Или что это? Или цветонос, не пойму я. Ну, в общем, смотрите. Вот как раз, где вышел корешочек. И по этому месту, корешок разрезал лист. И лист как раз по вот этой линии. И наполовинку вот так вот засох. То есть, корешок, когда вышел, он повредил лист. И из-за этого, как бы, эта ситуация с этой орхидеей уже больше двух месяцев. Опять же, я говорю, лист сначала был желтый, сейчас он уже, конечно, начал засыхать и коричневеть. Но, для орхидеи, для здоровья, здесь ничего страшного нет. Как мы видим, орхидея хорошо развивается. Новый у нее растет листочек. Не буду я сейчас расколупывать корешки. То есть, здесь случаи, когда переживать тоже не стоит. Ну, и остается у нас вот эта красавица. Значит, у которой тоже. Так, наверное, сейчас ракурс я поменяю. Значит, у которой тоже, на первый взгляд, казалось бы, что вот вышел корешок через лист. И этот лист тоже разделился. И поэтому начал листочек завидать. Но у меня есть большие сомнения, так как лист пошел желтеть. И немножко в эту сторону. И вот в этом случае, как бы, нужно заволноваться. Так как еще, кроме этого, вон черненькое какое-то пятно. Вот такое. И я в таких случаях, конечно бы, дело ваше. У каждого свои орхидеи и вам принимать решение, что с ними делать. Но я в своем случае сейчас хочу снять этот листочек. И есть небольшая загвоздочка. Этот листик, вот вы видите, он уходит под соседний, напротив, листочек. И этот листочек, если мы сейчас начнем убирать, чтобы посмотреть, что же там под ним, этот листочек нам полностью не даст посмотреть. И как бы, в любом случае, что бы мы сейчас не делали, в любом случае, этот листочек придется сейчас нам немножко повредить. Насколько будут серьезные повреждения, будет зависеть от моей аккуратности. Я постараюсь это сделать сейчас очень аккуратно. Ну, а там, как оно получится. Значит, почему снять и разрезать этот листочек? По причине, что у меня сомнения, что именно этот корешок, хотя этот корешок и молодой, как вы видите, вот он. На конце раскукленный и вышел недавно. Но пожелтение меня все-таки настораживает, что это может быть причина все-таки не корешок. И для того, чтобы не было потом обидно, нужно все-таки посмотреть, что находится под этим листочком, чтобы понимать, насколько там ситуация. Какова, вернее, там ситуация. Значит, сейчас инструмент я быстренько спиртом протираю. И, как бы мне не жалко было, этот листочек. Вот так вот разрезаю его напополам. Буду разводить. Так, и смотрим, что мы там видим. Так, а видим мы... Так, сейчас мы разрежем. его еще раз. И здесь можно было, чтобы не повредить вот корешочек. Смотрите. Надеюсь, вам видно. Значит, вот так вот разрезаем. И разводим в разные стороны. Да, ну вот трудность, о которой я говорил, что этот листик уходит, который мы срезали под соседний. И здесь придерживая вот так вот можно... Да, вот и повредили мы и этот листик, к сожалению. Ну, сейчас мы посмотрим, что же там. Неудобно, неудобно. Хочется, чтобы вы видели. Чтобы вам было все видно. Так же с кусочками мы продолжим. Максимально нужно постараться убрать этот листик. Понятно, что до конца мы его там не уберем и... Нужно будет заглянуть нам... Вот этот листочек, что же там... И там вроде бы все хорошо. И, слава Богу, никакой черноты, желтизны, фуриозов, красного... Фуриозов, если фуриоз, красный оттенок, мы не видим. И слава Богу. Но, смотрите, для профилактики, раз уже мы вот так убрали этот листик... И этот мы немножко повредили. Вот это засохнет быстро, можно убрать. Это так, для профилактики это место я, наверное, все-таки немножко смажу Максимом. Ну, и слава Богу, что все так хорошо обошлось. Почему я переживал так сильно? Потому что бывает, что начинается какая-то гниль, инфекция, бактериоз, я же говорю... Фузариоз и другие всякие болезни. И если эта болезнь поразит ствол, и хотя бы ствол поразит уже наполовину, то уже никакими Максимами и другими фунгицидами помочь орхидеи будет проблематично. Почему проблематично? Сейчас я покажу на примере еще одной своей орхидеи, у которой вот так вот тоже пожелтел лист. Я вовремя не спохватился. И в итоге, когда я уже видел, что происходит с орхидеей, было уже поздно. И вот, что от нее осталось. Я, конечно, очень сильно надеюсь, что, так как корневая здесь довольно-таки неплохая, вы видите, что точка роста, возможно, невозможно, а 99% что погибло. Очень сильно надеюсь на то, что эти корешки будут дальше поить, кормить этот листочек. И в конце концов, где-нибудь сбоку, эта орхидея даст прикорневую детку. Ну, а эту орхидею, как я уже сказал, в этом месте я аккуратненько обработаю все-таки Максимом это место. Хуже от этого орхидеи точно не будет. И эту обработку я сделаю так, чтобы постараться, чтобы на корне минимально... Ну, вот, конечно, да, в этом месте немножко попало на корешок. Но старайтесь сделать эти обработки таким образом, чтобы на корне Максим попадал как можно меньше. Сейчас еще немножко, наверное. Ну, вот, 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 вот. Вот так вот в пазуху хорошо может быть красный цвет будет выглядеть не эстетично какое-то время но зато моим переживаниям как бы точно не будет места я конечно волновался за эту орхидею когда увидел такой лист но в очередной раз мои волнения были напрасны надеюсь что с этой орхидеей все будет хорошо начинается подходит сезон осени когда орхидеи начинают массово выбрасывать цветоносы надеюсь что эта орхидея меня порадует в этом году зимой своим цветением так как корневая у нее замечательная есть новые растущие корешки сверху конечно здесь вот корни вы видите немножко есть вот пропавшие сухие их можно кстати такие сухие если они уже вот так вот мешают можно просто-напросто обрезать вот еще один ну а эти корешки на вид конечно когда они польются будут темно-зеленого цвета сейчас вы видите они такие серебристо-серого цвета и орхидея уже просит пить я сегодня ее кстати поливать не буду я дам Максиму поработать над этой орхидеей так как не дай бог там что-то все-таки было и может быть мы там не доколупались до нужного источника но я заглядывал туда под вот эти под этот вот листочек вот сюда заглядывал и там вроде бы слава богу все хорошо так что будем надеяться что с орхидеей будет все хорошо все нормально значит на сегодня пожалуй и все что я хотел вам показать о чем с вами хотел поговорить если видео вам было интересным поставьте лайк не жадничайте кому понравилось видео у кого есть друзья тоже архоманы, архолюбители приглашайте друзей на канал орхидеи дома а сегодня всем хочу сказать до новых встреч